Здравствуйте с вами Катерина Сергеевна врач уролог андролог и сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о том зачем ну зачем же женщины симулируют оргазм как это распознать и как с этим вообще бороться для начала в защиту всех женщин конечно нужно отметить что ни одна женщина не делает это с какой-то каверзной целью с целью подло вас обмануть или вам как-то насолить все это делается только для того чтобы поднять мужскую самооценку и для того чтобы половой акт в каком-то наивысшем своем смысле имел в принципе цель потому что цели во время секса должны быть общей то есть это одномоментный в идеале оргазм мужской женский если есть две разные цели независимые отдельно я кончу отдельно может быть кончит она тогда конечно это уже немного эгоизм и там где есть эгоизм там нету места полноценному именно насыщенному половому акту как же распознать да когда женщина симулирует для начала если вы действительно заинтересованы в том чтобы увидеть ее оргазм потому что это всегда непередаваемая картина и многим мужчинам нравится больше всего в сексе именно это когда их партнерша действительно кончает у нее есть как минимум до два вида оргазма вагинальный и клиторальный и клиторальный оргазм с физиологической точки зрения он более вероятен он вероятен почти в сто процентов случае когда нет каких-то там органических серьезных изменений или психических до клитора так сказать достучаться гораздо проще я обязательно потом сниму видео как это делать действительно умела так чтобы партнершу это не раздражало чтобы она действительно кончила потому что это не сложно клитор такой орган оргазм которого добиться гораздо проще чем вагинального оргазма если вы умело простимулируете ей клитор вы увидите как она кончает тут важно обратить внимание на что на характер дыхания на какой тембр ее стонов когда она стонет с какой частотой как она стонет в момент непосредственно оргазма понаблюдать за ее мимикой за ее углами рта как закатываются ли у нее глаза понаблюдать за ее спазмами мышечных каких-то групп до конечности руки как это все сокращается или не сокращается характера ее выделения насколько обильно она мокреет когда действительно да у нее оргазм и все это потом можно перенести на тот момент когда вы пытаетесь достичь вагинального оргазма потому что настоящие да крики неподдельные это простому как бы простыми словами должны быть как крики джунглей потому что против физиологии грубо говоря не попрешь когда накатывает эта гормональная буря которая момент оргазма все вот эти выделяются нейро и медиаторы женщина ничего не контролирует она не думает о том как она выглядит или как красиво там есть тонать или дышать это все вырывается из нее и это невозможно симулировать и опытный мужчина конечно различит крики с какими-то определенными диапазонами вокальной настройкой и действительно момент оргазма дыхание сбивчивое также вот это как пробежать 100 метровую дистанцию его невозможно контролировать и как-то там дышать то есть это будет естественно сбивчивое дыхание и естественно выделение вашей партнерши они скажут за нее очень многое и конечно я всегда напоминаю всем мужчинам когда у них проблемы какие-то со смазкой да во время полового акта не стоит забывать про прелюдию как бы банально это не звучало сколько про это писано переписано но женщине для того чтобы достичь оргазма ей надо основательно взмокреть так сказать а взмокреть она основательно может во время умелой прелюдии как вы видите во всем значевые слова умелая прелюдия умелая мастурбация и во время секса если вы хотите вагинального оргазма вам все же стоит стимулировать 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 клитор потому что он может помочь наступлению того оргазма кровоснабжение усилится в этой области иннервация обострится чувствительность обострится и это все ускорит конечно же процесс и после настоящего вагинального оргазма женщина никогда не встанет резко и не пойдет в ванну или куда-то там на кухню она как минимум несколько минут будет тяжело дышать лежать ахать и вздыхать отходить от этого оргазма потому что оргазмы у женщин вагинальные они так сказать говорят да сотрясающие потому что действительно это так женские оргазмы к счастью ярче чем морские и когда вы один раз увидите настоящий оргазм своей женщины вы потом уж будете знать всегда когда она симулирует и даже если так получилось что вы кончили а она не кончила вагинально всегда лучше завершить этот процесс клиторальной стимуляции чтобы не было такой незавершенности которая потом превратится психические проблемы вашей партнерши всегда нужно чтобы оргазм был у вас и оргазм был у нее любой это такие все да простые истины которые как бы вроде бы всем понятно но мужчины почему то конечно всегда больше стыклятся на своем оргазме и удовлетворение обоюдное очень важно подписывайтесь на наш канал который посвящен мужскому здоровью да я напомню что оргазмы как женские так и мужские крайне важны для здоровья поэтому как врач я настоятельно рекомендую побольше всем заниматься сексом побольше достигать обоюдных оргазмов и не болеть лайкайте мои видео переходите по ссылкам которые находятся под видео подписывайтесь на наш канал обязательно возвращайтесь к нам еще пока пока